Я не могу понять, что гонят на Туркестан-арену 38 лямов, 38 лямов. У меня Кен сказал, что я и групп собирался драм-театр строить, цирк и стадион. Они все вместе сделали цирк, стадион и бассейн. Всем привет, это Спорт Шрёдингер, здесь Пётр Воликов и я очень радостный. Вернулась родненькая казахстанская премьер-лига, а это всегда весело. Прошел первый тур, а скандалов уже ну вот просто по горло. Позор с полем на Туркестан-арене за 39 миллионов долларов. Судья бьет футболистов по трибунке. У ЖТСУ магия и Каспорта появляется 11 златанов в запасе. Матч ордовасы Козылжар перенесен, а Алексей Шпилевский возмущается назначением судей из Астаны. И это я еще не все перечислил. Короче, очень интересно все это быстренько обсудить. В общем, кеттек, ну и специально для зрителей из Туркестана, поплыли. Нахуй гол, когда там водное поло. Почему не без шапочек? Больше всех в первом туре у меня жаль Бесебекова. Какой шикарный гол заколотил об зал ворота Турана. В любой другой день это стало бы событием тура, месяца, чемпионата. Реально гол, как есть премии Пушкаша или архивов Златана или Жиру. Такой шедевр затмило поле. На новой Туркестана-арене за 39 миллионов долларов нет дренажной системы. Ну или есть, в общем, этот дренаж, как наша программа. Дренаж Шрёдингера. Оно и есть, и в то же время ее нет. Я уже высказывал свои претензии Туркестана-арене. Если вкратце, стадион ну никак не выглядит на заявленную сумму строительства. И в Европе, в той же Турции, за последние годы появились стадики, которые стоят и дешевле, и выглядят лучше. И нет там таких вот траблов с полем. Лучше всех о матче Туран-Астана сказал защитник Антонио Рукавина. Игравший когда-то в Ла-лиге и в Бундеслиге. Казахстанский футбол коснулся дна. Он тоже вроде правильно все сказал, но втащить ему хочется. Мне кажется, что чуть-чуть только Рукавина ошибся с формулировкой. Казахстанский футбол не коснулся дна. Он из этого дна выбраться не может. Просто посмотрите видео из седьмого года. Славный город Экибастуз и первый вирусный ролик нашего футбола на ютубе. В роли оператора тогдашней вратарь Алматы Адриан Богдан. Ну а если по матчу? Ну а как о футболе тут говорить? Я полностью согласен с Андреем Тихоновым. Это неуважение к игрокам и зрителям. Согласен еще и потому, что это интервью все еще висит в соцсетях и официальном сайте Астаны. Слова, кстати, Рукавины там пропали. Ну и отреагировал президент лиги Олжас Абраев. Задела его критика гендиректора Астаны Михаила Гурмана. Абраев заявил, что клуб не просил о переносе матча. Но признал. Такой матч антиреклама казахстанского футбола. Ждем теперь от ПФЛК действий в отношении Турана. Что-то с полем нужно в любом случае делать. Ну и просто интересно, какой еще следующий косяк обнаружится на Туркестан-арене. За всем этим как-то я про сам матч умолчал. Завершился он со счетом 2-2. В первом тайме на мяч Марина Томасова ответил бывший капитан Астаны Танат Нусербаев. Теперь он автор первого гола в истории Турана в КПЛ. Во втором тайме шедевр сотворил Бесебеков. Но на 68-й минуте Мардан Толебек счет сравнял. Одно из луж можно отдать, кстати, ассист. Ну а главный итог матча. Мы не знаем, в каком состоянии Астана и что из себя представляет Туран. Это был не футбол, а водное поло. Футбол, надеюсь, увидим во втором туре. Карба настигла Туран сразу же. А теперь он в Талдык. Сначала по лужам бегали, теперь по огороду придется побегать. Закроем тему Туркестана арены забавным фактом. Матч Турана-Астана проводить разрешил судья Айдын Рахимбаев. По иронии судьбы, полный тезка владельца BI Group Айдына Рахимбаева, чья компания построила этот стадион. У Кайрата ожидался проходной матч против беспомощного Житусу, но он неожиданно наполнился кучей событий. Сначала не подкачал Каспорт, нарисовавший 11 златанов заявки Талдыка. Как же похорошел Житусу при 31-летнем тренере 11 Ибрагимовичей. На поле тоже было весело. Денис Поляков решил внести интригу. Срубил Рауля Джалилова, отправил его на замену, а себя в раздевалку. Красная карточка. Победы Кайрат добился в итоге за 3 минуты. На 69-й не больше Косович красивым ударом за штрафной открыл счет. А на 72-й Гуджигит Алыкулов сделал 2-0. Говорят, у Рауля Джалилова там серьезная травма, поэтому, Рауль, держись, братан. Полыхало и после матча. Алексей Шпилевский возмутился, что на матч назначили судей из Астаны во главе с Тимуром Кумашевым. Точно Кумашевым? Да. Не Камашевым? Нет. А то не далее, чем вчера. Национальная сборная Португалии. Забомбила у тренера Кайрата из-за травмы Артура Шушеначева. Нападающего увезли в больницу. Повреждение может оказаться очень серьезным. Здоровье Артура. Шпилевскому еще повезло судьями. Антигероем первого тура стал другой рефери из Астаны Арман Исмуратов. После матча от Рау Шахтер Исмуратов по трибунке ударил 20-летнего полузащитника местной команды Сабита Тастанбекова. Для Тастанбекова это, кстати, была первая в Карелии игра в КПЛ. Сабит, здоровье, братан. Самое интересное, что Исмуратов в своем рапорте изначально написал, что это Тастанбеков оказал физическое воздействие на него. Федерация обещает разобраться. Последим обязательно, что там будет. Пока все идет к тому, что Арману скоро надо будет убирать UEFA Official и сбива своего инстаграма. Человек, атакующий футболиста, после матча вряд ли должен работать судьей. Ну а что про матч? В нем все решил один гол. Победу Шахтеру принес Виталий Балашов. Украинский форвард, автор первого гола карагандинцев и вообще первого гола всей КПЛ-21. Достижение хорошее, но ничего не гарантирует. В прошлом году первый гол забил Пьера Сатирио, казахстанский этап карьеры которого вышел скомканным. А в 19-м Аблайхан Мохамбетов, потом уехавший в Махтаарал. Так что, Виталий, я не радовался на твоем месте. Сатирио сейчас в Болгарии сидит в бассейне дома и говорит, хорошо, что я в этом бассейне, а не в том. Все, дорогие друзья, дальше будет только про футбол. Интересно было увидеть новый Актубе с амбициозным тренером Алексеем Багой. Увидели. Первую победу Баге надо подождать. Пока ничья с Каспием 1-1. Оба гола забили со стандарта. На 52-й минуте француз Уаджи Сали отлично пробился штрафного, а Актубе через 9 минут ответил точным пенальти Максима Федина. Пенальти, кстати, чистый. Посмотрим, как сложится для Актубе этот сезон. Амбиции там чуть ли не на место в Лиге конференций. Но от ничьей в первом туре пока больше выиграл Каспи. Самый веселый матч первого тура случился в Казаларде. Кайсар и Тарас на двоих забили 5 голов, а Тарас до перерыва сделал камбэк с 0-2 и победил 3-2. Начало веселью положил смешной автогол Ильдоса Ахметова. А на 22-й минуте Максат Байжанов, который в тысячный раз вернулся домой, увеличил преимущество Кайсара. Тарас собрался и за 20 минут все перевернул. Причем все три гола забили воспитанники клуба. Абзал Таубай на 25-й, Аблайхан Жумабек на 36-й и Бауржан Байтана на 45-й. Жумабека, кстати, очень хвалил комментатор Нирмухамед Маулен в нашем превью к сезону. А Байтана подарил нам первый вратарский ляп сезона. За Тарас после такого матча хочется болеть еще сильнее. Первая же причина в клубе аж 18 воспитанников заявки. Всего два казахстанца из других городов и четыре легионера. Вот такими в идеале должны быть большинство клубов КПЛ. Лучшие тигры, тигрулы, машины. Ну и завершаю обзор таболом. Обладатель суперкубка начал сезон с уверенной победы над Аджаиком 2-0. Это был матч, на который нужно было смотреть. Не из-за футбола, нет, а потому что он проходил в манеже, а не в дождь и в снегопад. Про уровень Аджаика все говорит видео первого агола. 8 человек в защите не могут отнять мяч у трех соперников. Азат Нургалеев закатил тут как в детской команде. Ну а второй гол шедевр. Асхат Акберген снова расчехлил пушку со штрафного на 75-й минуте. В прошлом году Асхат стал автором лучшего гола КПЛ. Есть шансы, что и в этом он будет конкурентом Бесебекова. Уважаемый Олжас Абраев, обращение к вам. Отправьте, пожалуйста, гол Бесебекова в FIFA, для того, чтобы он был номинирован на гол Пушкаша. Что только вы это можете сделать. Наш Антон, кстати, если что, там подкрасит лужи, чтобы не было видно. Нормально сделаем. Главное отправьте. А напоследок о матче, который не состоялся. Из-за снегопада игра у рода Басы Козыл Жар пройдет позднее. Точно даты пока нет. Ну хорошо, что хоть не на Туркестан, а арену перенесли. Еще мы узнали, что в Шемкенте в марте, оказывается, тоже бывает снег. На сегодня все. Вот такой вот веселый старт чемпионата у нас получился. Второй тур 19 и 20 марта. Все голы, результаты матча и главные новости КПЛ по ходу сезона всегда будут появляться в телеграм и инстаграм спорта Шрёдингера. Ссылки лежат в описании. Подписывайтесь. Алга, Казахстан, этот пиздец никогда не закончится. Мы победим. Пока. У Кайрата ожидался проходной матч против беспомощного ЖТСУ, но до того момента, пока они не увидели картинку от Каспорта. Там 11 Златанов и Берагимовичей, Шпилец сказал, ну нахуй. Я играть не буду. Ситуацию спас Кайрат Барамбаев, который зашел в раздевалку. Говорит, эй, вы че? Он же старый уже, давай выходи. А их-то 11, они все старые. Ситуация. Субтитры подогнал «Симон»